В этом году одной из самых знаменитых шведских писательниц Астрид Клингрен исполнилось бы 105 лет. Ее сказки известны по всему миру. По ним снято множество мультфильмов, фильмов, поставлено спектаклей. В память о творчестве знаменитой писательницы в Пикалевской детской библиотеке для школьников провели ряд литературно-театрализованных игр. Ребят познакомились с биографией писательницы, а также приятно удивили рассказом о шведском музее героев сказок Астрид, где все экспонаты можно трогать руками. Малыши Карлсон, две команды пятиклассников из второй школы, приняли участие в игре с героями сказок Астрид. Вместе они спасались от инопланетян, которые отвлекали их от чтения книг, завлекая компьютерами. Школьники соревновались в шуточных, творческих и тестовых заданиях по произведениям Пеппи Длину Чулок и Малыши Карлсон. В завершении игры ребята приняли волшебные пилюли, произнесли волшебное заклинание и спаслись от инопланетян. Теперь они никогда не потеряют интерес к чтению книг. По итогам литературно-театрализованной игры победила команда Карлсон. Школьникам вручили грамоты. Мы стараемся приглашать наших детей каждый месяц в нашу библиотеку на встречу с героями детских книг. В прошлом месяце были, конечно, не герои детских книг, в прошлом месяце была игра по Бородино. А в этом месяце, в ноябре, мы пригласили ребят на встречу с писательницей Астрид Лингрен. И назвали мы эту встречу «Любимые герои детства». Ну и если вы посмотрите, то увидите, что это викторина, это игра и это встреча с героями для ребят. Приглашаем разные классы, разные школы. Ну и вот посмотрите, что получается. Ребятам нравится. Кто-то из классиков сказал, книга – источник знаний, любите книгу. Чтение развивает логическое мышление, оказывает большое влияние на духовное развитие, улучшает работу мозга, учит общаться с людьми. Достаточно доводов, чтобы ребенку прививать любовь к чтению с самого раннего детства. Елена Валдос, Сергей Макаров, Пикалевская кабельная телевидения.